По молитве Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нас. Аминь. Царь Небесный, Утешитель Дух истины, везде пребывающий и все наполняющий, сокровищница благ и жизни податель, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси благие души наши. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присне и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наш. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Его. Господи, слава Тебе, это помощь Духа Твоего Святого. И молитва святых, хвала Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Божий, за день, в который даровал мне веру Твою Святую, страх Твой и ожидание суда Твоего. Благодарю за день, в который дал мне Твою Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Христина Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, моли Бога о нас. Матерь Божия, благодарю Тебя, покроем оформлю любви Твоей. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница нашей Девы Марии. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли бы убить бы сразу. Без покаяния не отпусти и жизнь, и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и в смертный час не покинь. И на мотарствах проведи душу мою, и веди в Царствие Небесное навеки. Иоанн, Креститель, предсеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, быть благочестивыми и довольными, никогда не роптать, довольствоваться питанием одежды, искать прежде всего Царство Твоего и правды Твоей. Не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять в верности Тебе, Господи. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников, диаконов. Дару им страх Твой святой и рождение свыше. Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец, образ скротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святителя Никола, скорый помощник в деле, благодарю Тебя. Господи Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, помилуй. Аллилуйя. Святые пророки, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ноги, Иосиф, Патриархи. Ездра Ниеми. Амос Наумыса Еремии. Варух, Иезекиил, Асия, Иаил. Айгей, Сафон, Иезахария, Малахи. Давид, Нафан, Данилы, Отроки. Пророк Михей. Молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Господи, исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отжествия не застал нас, не готовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илье добрых дел, соделанных с Духи Святой и с любовью. Святые Ангелы, Архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящий, молите Бога о нас. Святые Всехвальные Апостолы, Первоверховные Петр и Павел, святые Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, обрати их по Слову Твоему, даруй им Твой суд и Твою правду, досудят праведно людей Твоих и нищих Твоих насудили, досудят нищих народу, доспасут сынов убогого и смирят притеснителей. Господи, дай нам, священник, угодного предачами Твоим и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святые Мученики и Мученицы Господи, укрепи сердца наши в Слове Твое, и малые дети, чтобы верили искренне в Тебе, в гонениях и в искушениях не допусти до принятия Антихриста на чертами, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Учителя Церкви Все переводчики священного писания Молите Бога о нас Да помилует и спасет Господь нас Да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии Святые Жены и Девы Даруй послушание, молчание целомудрие и стыдливость Жеронам и Девам и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Господи Божий наш, сущий Иегова, благодарим Тебя за этот день и ночь, за хлеб, который Ты нам посылаешь, за Твое долготерпение и милость к нам. Отче, ради Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, защити нас от лукавого и козни дьявольских. Не дай нам уклониться от Тебя, положи заповеди Твои в сердца наши, отверзи уши наши и очи для развлечения добра и зла. Сотвори нас, Господи, непоколебимыми в вере, не дай нам впасть в заблуждение и ереси. Возбуди в нас ревность к молитве, к исследованию Слова Твоего и к возвещению людям о великой любви Твоей. Научи нас быть внимательными и рассудительными во всяком деле, быть терпеливыми и усердными в трудах наших. Молим Тебя, Божие, болящих, Иване, Ксении, Алексею, Наталье, Злате, Павле, Елене, Антоне, Валентине, Наталье, Татьяне, Геннадии, всех, кто просил нас молиться о них. Если угодно Тебе, Господи, даруй каждому из них облегчение или исцеление, духовное и телесное. И путешествующих, Господи, сохрани, защити их от злых людей и происшествий, и пошли людей, жаждущих услышать Слово Твое. Молим Тебя, Господи, о содержащихся в узах Илье, Сергея и Глебе, сохрани их от зла и укрепи в уповании на Тебя. Ты, Господи, сердцеведец наш. Ты знаешь, в чем имеет нужду каждый из нас. Сотвори с нами, как Тебе угодно. Молим Тебя, Господи, о помощи в издании трехтомника. Расположи сердца людей. Помоги нам по великой милости Твоим и по множеству щедрот Твоих. Хвала Тебе, Господи. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, если угодно, Тебе есть на то воля Твоя. Молим Тебя, родственниках и знакомых наших, в тепло-хладности или неверии пребывающих. Обрати их по Слову Твоему. Да прославят Тебя все живущие на небе и на земле. Хвала Тебя, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, будь милостив ко мне, грешный. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благонах. Милостивый Господь, прими нашу молитву о всех заповедовавших нам молиться. И о незаповедовавших просим Тебя, если угодно Тебе, Господи, обрати их и приведи к покаянию. Говори, Господи, слушать и дослышать рабы Твои голос Твой. Аминь. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Толкование. Почему же? Потому что родившийся разрушил и погубил их, иудеев. Своим рождением для нас он потребил их. Хотя Павел говорит, что он родился для них, но так как они не пожелали признать его, то он родился нам. И младенец нам, и сын нам. Выслушав, как пророк предсказывает о его человеческой природе и рождении, и сначала учит, от кого он родился, теперь пойми, кто есть он и каково его имя. Младычество на раменах его. Этого невозможно понять относительно какого-либо другого человека, а только относительно Христа. Так как он имеет свое начальство не от какого-либо другого, но от себя самого и своей природы, так как есть самодавлеющий. И нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Где теперь та и другая сторона, иудеи и иеритики? Вот дар Святого Духа, делающий нас достойными того, чтобы мы удивлялись и не испытывали. Итак, должно исповедовать, что Творец не есть творение, что Он один, а не два. Сын, то есть Тот, кого не желают признавать иудеи. А то, что они не пожелали получить здравие от общего врачества, указывает на их раны. Выше Он говорит «С нами Бог», а здесь говорит «Чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира». И воистину, Великого Отеческого Совета, так как никто не объявил нам имени Отца. Кроме того, кто имеет ту же самую природу и впоследствии пожелал быть ангелом Его. Не то, что Он преобразился в ангела, но исполнял обязанность ангела по благости Своей, будучи Богом, от Бога, по сказанному. И Я открыл им имя Твое. Иоанна 17, 6, 26 Советник Вот иное значение. Так как Отец пожелал сделать язычников сонаследниками, подобными и сопричастными Сыну Своему, то смотри, какой совет держал Он с Сыном и Духом Святым. Именно возвысить нашу природу и поставить ее выше ангелов, архангелов, херувимов и серафимов. И нарекут имя Ему «Чудный Советник» для того, чтобы возвысить землю и прах до неба. Но Он Сам есть совет и воля. Мыслил, желал, возлюбил мир, пришел и освободил его от зла. Чудный Советник Это выражение не находится в переводе семейности, но находится у других переводчиков и в еврейском тексте, вместе с другими последующими словами. Потому заслуживает удивление мученик Лукьян, который хорошо извлек и сопоставил остальное, чтобы сделать для нас ясным равенство по существу Сына с Отцом, и несправедливо обвиняют Его, как еретика. Но как же говорится, кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? Исайя 40, 13. Не видишь ли ты, что выражением «кто» показывается не разделение между Отцом и Сыном, а отличие от идолов, которые называются богами? Чудно, говорит, будет имя Мое и величественное. Весьма хорошо Он говорит и в другом месте. Что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно, судей 13, 18. А также «Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле!» Салон 8, 2. И в самом деле, как не чудно то имя, которое прогнало ложь, просветило круг земной и привлекло к себе и к Отцу. Бог крепкий. Различие между теми, которые не были богами, и Богом истинным, состоит в главенстве. Как же вы говорите, что Он находится под властью, когда Пророк называет Его главным? Известно, что главный не находится под чьей-либо властью. Князь мира, Отец Вечности. Как же Он не знал дня, когда называется «Вот Сын и вот Отец»? Матфея 24, 36. «Хотя в этом мире Он не был признан неверующим, но в конце века все признают Его». «Хорошо сказано, Отец Вечности, потому что Он сотворил не только настоящее, но и будущее». Аминь. Благодарю всех за совместную молитву и чтение Слово Божие, ангела-хранителя всем косну. Спаси Христос. Благодарю за молитву и чтение Слово Божие. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитву и чтение Слово Божие.